долго ждал пока настанут именно когда вырву кусок мяса и это криминал именно перегар сделал так чтобы я принял и вернул свое старое имя хитоньяк теперь к лесорубам поспать на тех же лесорубов посплю короче задание выполняется задание выполняется экспиха прибавляется говор что здесь ешь просто прогуливай здесь убирайся бруно в ближайшее время брэд не сможет относить древесину его загрязно сворок ротокрысов проклятье этого я и боялся теперь мне нужно нового мальчика побегушить ты как раз подойдешь на эту роль забудь об этом гранди кого-то другого все имеется ли цены помогу тебе а ты мне да да я дам тебе несколько монет и теперь дуй уже искать мне нового мальчика побегу так разве все не опасно тебе нужны не нужны еще работники возможно спасти говорим и лучше знать о чем так базарит пасу уговора черт это даже со мной базарить не хочет хочешь пропали есть их стрелы есть вообще зато лук на цепью так я забрался получается айвок фраза спавнился выше этого холма в доме упитанный память тяжелый деревянный шлем тоже из этого напоминает как его с увели на чем-то вот это лока так и там по моему переключатель мне показалось это факел а нет переключатель есть ништяк и кто картон вообще такой общаться аж надо это ильборд не знаю как уильборд но это и сети взял к себе серые потому что они мне нужны все равно новых приготовишь вот он не пригодятся в записи некий тот кто открыл желание найти него и мы должен как можно скорее уяснить что на самом деле это не поиск чего-то там неуловимого а скорее после чего то что для многих людей считается находимым на самом деле его способны нарушить лишь немногие из немногих поэтому для начала было бы полезно узнать что вы собираетесь искать улитка ищи себе раковину садовник собственный сад кузнец вознеченную заготовку из чистой руды а алхимик что то что сделает его уважаемым травник 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 ильборд в этой голове мы познакомимся поближе с растением садский чавеля но в первую очередь известно своим постоянным воздействием на магические зелени для начала поговорим о том что где же его таскать садский чавель израстает в значительных местах для опытного глаза не составит труда таскать растения местах подходящих для поиска он нового и но чё самым известным местом для его поиска его поиск для алхимиков является каменный круг царский чавель произрастает на них в основном за счет тамошней расположенности мха на камне и плодородной земле во вторым и пожалуй неизвестным местом его произрастания является большие волны но на таких волнах порой можно найти много различных растений среди них также крайне высока вероятность отыскать царский чавель шавель шавель эй нет я ничего не покупаю но оставь меня в покое и оставлю в покое тебя и чё йода ты не останешь да тогда задавай свои глупые вопросы а затем оставь меня в покое а ты вообще кто вот поэтому я перебрался в гуш спасаясь всяких незнакомств последующих своими заурядными вопросами что же отвечаем на вопрос я эльборг алхимик охотник на демонов и иногда еще мракорис он что он он этот который сейчас существует есть короче мужчина женщина оно есть и люди подразумевающие себя кошкой собачкой и он один из них зафилго ты мракорис что-то у меня в голове не укладывается я способен перепущаться мракориса с помощью изделия все просто жителям аустрии это показалось слишком странным а поэтому я был изгнан из города меня обвинили покойнение бейлера бейлбор еще не вешать чего их еще ждать теперь я провожу эксперименты в этой глухомании в надежде что тут меня не будет беспокоить и тем не менее ты меня нашел но ты не мог бы мне показать как превращаться в мракориса и зачем мне это делать для экспериментов у меня всего хватает а к золоту я равнодушен но перестань отнимать моё дакционное время и вытряхивайся отсюда ты не станешь да тогда задавать свои глупые вопросы а затем оставь меня ты можешь сказать мне еще что-нибудь оставь же наконец в покое это все о чем я прошу так что-то пацана я тут так и не нашел но с пушки поставила она надо наверх диски электроны муж прогуляться ну чтож я возможно газ либо он ну либо этот мудила его превратил в мракуриста как и будь либо короче его скелеты порешали либо тут его вообще нет он валяется пьяный где-нибудь а нет я вы знаю где походу он я знаю ребят надо в телепорт походу прыгнуть что еще не варга нифига тут заклинание баю баюшки баюшки не лгнулся с краю ну так ладно пока порешаю всех потом запись ключ ни хрена там мне там нет я включу запись походу вот он дохвый пацан валяется ее пара сад и не повезло не фартанула ну как так ну туре мамка сейчас будет вообще недовольна вы еще и в трусах валяется него еще изнасиловали пастарды ну-ка подожди а это какой-то наук наука рон и кто короче возможно это не все было вот так этот пацан сбежал они здесь уединились он его изнасиловал и скрылся в неизвестном направлении она скелетронов решил все скинуть так все и было таксич где тут так сейчас я на походу найду пацана и напрыгнуть в этот портал вот он наконец наконец-то мне кто-то нашел какого билера ты тут делаешь я могу спросить и о том же я воспользуюсь телепортом что находится близ лагеря лесоруба шныжная лепешка кто ты привет меня зовут альберт ах как же моя голова раскаивается ах да меня зовут альберт я сын эгона как ты сюда попал я толком и не знаю в смысле не смотри на меня как на идиота прошу ночью этот проклятый трактирщик продал мне какой-то повод и даже не представляю что это было за бурда с тех пор я ни хрена не помню даже сейчас голова не варит на тебя вся моя надежда и что я должен сделать для тебя как что забрать меня с этого острова в лесу есть телепортационный камень который вернет тебя обратно поверю в это только тогда когда увижу его и что мне делать сейчас ты зайдешь телепорт и если потом вернешься обратно я буду знать что это не опасно а если ты не вернешься я просто останусь здесь эй ты жив похоже на то так ты идешь или нет у меня есть и другие дела ну хорошо скажи когда идти так ну если я капом все собрал уже до этого ага ну все пойдем где ты давай подожди пойдем где мы мы в лесу эй про лес ты мне ничего не говорил ты ты идешь или нет я спешу и так после этого ребята прыгнем снова в портал вот и оказываемся возле лесорубов если правильно понимаю вот мы и пришли спасибо парень я твой должник попер я обратно ферму отец наверняка тебя хорошо наградит ну да базара нет я там тупил вот я тупил а я короче через весь лес и вывел через лес его весь пер там у него вот ты решил поводить пользу и действует без меня думаю что он обратно туда подходит на меня я же забыл то что можно вот так еще раз прыгнуть в телепорт оказаться рядом с фермой потом думаю что диалогов ни у кого нету сына припёр перед глазами он что произошло а вот оно что отказывается нужно было вот так сделать скрипт не сработал банально и все так ладно сейчас я тогда сбегаю наложу этому фигону что нашел сына матери расскажу все там они пососутся потом сформироваться а я еще сбегаю к мельникам и скажу что я нашел вам работу либо можно сбегать на стене фермы альберт вернулся где он был хотя ладно даже знать не хочу теперь наконец смогу спать спокойно вот возьми на мой взгляд это стоит 150 золотых монет это так и все что есть у зажиточного фермера эх я не буквально имею вот так уже быть возьми еще 100 монет но больше не прийти когда я пошел есть еще что-нибудь что нужно сделать хочешь еще поработать на немельника по имени таньев обычно он пропивает деньги в таверне ему как раз нужен бы помощник для работы в поле хорошо эй альберт вернулся скажи мне где он был и что с ним стряслось на самом деле он случайно использовался телепортом и очутился на другом острове он в порядке с ним ничего не случилось я пойду тебе незнакомиться вот тебе немного золота но только потрать их с умом тебе нужна помощь не думаю что ты можешь помочь мне еще с чем-нибудь у тебя есть какая-нибудь работа на меня вряд ли тебе придется подошли это занять которое я могла бы тебе предложить хех как будто не было я хочу тебе помочь почему ты так этого хочешь эй гон считает что мне стоит предсказать здесь на ферме работу хорошо как поживаешь необходимо пожарить 120 кусков сурового мяса для таверны хозяин ждет поставку уже завтра но все равно лишь сковородки мне с этими жизнью не справиться если хочешь мне помочь то пожарь где-нибудь эти 60 кусков мяса не обязательно где ты будешь готовить но только не на мой путь и мне она сама нужна что еще сковородки ой держи как дела я бы хотел с собой серые лисицы вот выпи за мой счет большое спасибо чем ты занимаешься на ферме отца думаешь я здесь имею особое положение благодаря отцу чепуха я должен заниматься своей работой как и все остальные крестьяне когда-нибудь вся эта ферма будет уезжать мне но случиться это может не очень скоро к тому же хозяин ферме есть за нее большую ответственность а я пока почитаю наслаждаться жизнью и как не наслаждаются фермеры у нас есть таверна в городе полно полно девушек молодых и красивых которые жаждают приключений так что способов развлечиться хватает уж поверь мне ты когда-нибудь задумывался о переезде в город в жизни в городе конечно можно похвастаться но то чего там не хватает так это тишины и покоя да и жить на ферме не так уж и плохо этот чудак Курас стремится перебраться в город его история о том что ему обязательно надо жить в городе знает даже области с обеих ферм похоже Курас тебе не особо нравится нет не скажи на самом деле он не плохой парень только напрочь обделенный чувством юмора я его ни разу не видел может и прямо в его место среди нравоучителей в городе понятно а тогда больше не разговаривай с ОМО ты сам напросился а что я сделаю я что я сделаю ну пожалуйста что ты напал на меня что ты напал на меня у меня нет времени но это эй 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 могу ли чему-нибудь учиться у тебя не могу позативить то или другое что ты хочешь знать что это как быстрее всего приготовить мясо на плите многие люди говорят что не стоит жарить слишком много мяса на сковороде но это все ерунда просто положи как можно больше мяса на сковородку тогда тебе не придется жарить каждый кусок поддельности так не нужна информация понятно ничего такого нет нет что это не так и чё мы где что это было веселая работа конечно это очень весело всю жизнь надрываться на поле ты сам как думаешь сто лет несколько таких идиотских вопросов ну все я пожарил все мясо эй да принимая работу вот твое мясо как тебе это так быстро удалось хотя знаешь мне все равно спасибо мальчик ты мне очень помог эту награду на самом деле заслужил если захочешь и подзаработать заглядывай ко мне возможно мне появится еще к ней нибудь поручения как дела ты прям его сын домов кто знает что бы могло случиться если бы не ты мы с его нам этого не забудем эй тебе двое работников не нужны? это смотря о ком ты говоришь теньеф и эспер нуждается в работе пока мельцы поставят без дела конечно но только плюс то что в случае их смерти бизнесмин наследников и эспер остается мне я им передам так подожди тут нужна информация так как тут она а понятно я нашел для вас работу я внимательно слушаю эфир хвер кто принес на работу по мне так звучит неплохо только он предъявляет удовольствие вы умрете не имея наследников а жмельцы перейдут к нему вот хитрый ублюдок но похоже ничего другого нам не стоит спасибо тебе за старание 150 опыт гилбер ты ищешь другую работу? а какая есть? дровосяк бруно еще человека который относил бы древесину на фермы эй я не могу вот так просто уйти я задержал трактечечку из этой киву полсотни золотых и что я должен просто так тебе дать? да идея придется без какого-то другого вот тебе 50 золотых монет отлично я отдал лагерь лицевых и найду сам ааа я нашел мальчика на побегушках кто он? его имя Гилберт он с фермы Гонор молчина вот держи свою плату 20 золотых офигенно я работаю так сейчас я выяснил имя нужного тебе человека кто это? скажи мне его имя это Леон я прикончил его как вы его и хотели и мы должны в это поверить? при нем я обнаружил вот это о Адонус он и вправду его крал собственно именно из этой вещицы мы вообще и здесь вы преследовали этого парня только ради этой капли воды? а еще мы преследуем людей которые пытаются нас провести впрочем нам здесь больше делать нечего мы возвращаемся назад к нашему боссу к рыбатскому поселку либо криминоломне мне кажется в рыбатском поселке его нету вот эта дорога идет в рыбацкий поселок скорее всего вот эта дорога идет в рыбацкий поселок мы начинаем вот эта дорога идет и Euan я что-то что это что я не знаю то что я знаю да вот здесь я безопасности всего что предупредил парень сейчас совсем на элину ты можешь заглянуть ко мне через пару месяцев тогда я приготовлю тебя большое вознаграждение еще раз спасибо если бы не ты гнил бы я сейчас под землей грех жаловаться пусть работает вода но его хорошо платит своим людям никакой никуда не вот сюда да вот это мы направляемся здесь главный сейчас как дам прям между глаз наглый мальчишка если хочешь пройти по моему мосту тебе придется заплатить мне 120 золотых монет или мне придется задать тебе трепку по твоему мосту ты что смотритель этого моста да так и есть или почему ты думаешь я прошу тебя отстегнуть мне дорожную пошлину если хочешь можешь спросить про меня в городе забудь об этом от меня ты ничего не получишь я к сожалению перстендрать тебе задницу ну можешь попробовать натан ну держись бастард все теперь муж валяться